Каждый год нас покидают многие известные люди, чьими нам были на слуху, успехами и достижениями, которых мы гордились, чем победам мы радовались, кто дарил нам положительные эмоции со сцены экранов. Это актеры, актрисы, певцы, певицы, писатели, поэты, телеведущие, композиторы, режиссеры, спортсмены, политики и многие другие публичные люди, чьё творчество и работа оказывали влияние на жизнь миллионов. Покинув этот мир физически, эти люди по-прежнему с нами благодаря тому яркому и незагладимому следу, который они оставили в истории и в нашей памяти. Игорь Тальков начинал в коллективе Людмилы Сечиной и аранжировщиком у создателя группы «Цветы» Стаса Намина в 1984 году. Через два года он стал солистом групп «Электроклуб», где также пела Ирина Аллегрова. Именно в составе этого коллектива Тальков исполнил знаменитые «Чистые пруды». После ухода из «Электроклуба» Тальков запел сольно. Пик популярности пришелся на 1990-91 годы. Самой любимой его песней по сей день остается «Я вернусь». 6 октября 1991 года дворец спорта юбилейный в Санкт-Петербурге. У артиста произошел конфликт с возлюбленным, он же директор, он же охранник, певицей Азизы Игорем Малаховым. Из-за очередности выступлений в нем также был замешан администратор Талькова Валерий Шляфман и охрана артиста. Когда в коридоре все произошло за кулисами, раздался первый выстрел, туда прибежала и Азиза. Только что отстреляли в Игоре Талькова. За кулисами был выстрел в Игоре Талькова. Кто именно выстрелил в 34-летнего Игоря Талькова до сих пор не ясно. Малахов после этого получил условно за незаконное ношение оружия. А Шляфман эмигрировал в Израиль. Первый скончался в 2016 году от цирроза печени. Второй продолжает жить на земле обетованной. Владимир Жириновский прославился колкими высказываниями и эксцентричным поведением. Однако его единственная супруга Галина Лебедь помнила политика как очень воспитанного и тактичного человека. За 30 лет в политике Владимир Вольфович выступил с основателем партии ЛДПР. Предложил узаконить многоженство и открыто критиковал власть. Несмотря на едкие высказывания, часто переходящие в агрессивные действия, Жириновскому удалось сплотить вокруг себя многочисленных единомышленников. Новость о смерти политика весной 2022 года стала шоком не только для его однопартийцев и оппонентов, но и для всех россиян. Смерть 75-летнего Владимира Вольфовича наступила после продолжительной болезни. Михаил Воробьев известен под пседонимом Михаил Круг, исполнитель не только русского шансона, но и лирических композиций. Существует несколько вариантов смертей. Одной из основных версий смерти музыканта стало известно, что в ночь на 1 июля было совершено нападение на дом артиста. В ходе оборонительных действий нападавшие нанесли ножевое ранение тещи, на помощь которой прибежал Михаил с супругой. После был открыт огонь по жене, которую заслонил с собой музыкант. Потеряв сознание из ранения, пришел в себя и смог позвать на помощь. Отпусти мне, батюшка, грехи. Попав в больницу, его не удалось спасти, и он умер 1 июля 2002 года. Супруге удалось сбежать, а преступникам удалось скрыться. В ходе нападения дети не пострадали. На похороны Круга собралось полмира. Похороны состоялись 3 июля. Второй версией предположительно является то, что это было обычное банальное заказное ограбление, так как накануне он получил большой гонорар за новую хитовую пластину. Продолжила творческую деятельность Михаила Круга его жена. Она начала гастролировать с его песнями. Стало известно, что на собранные деньги с фонда сестры Кругу в центре Твери в 2007 году поставили бронзовый памятник. Преступники, совершавшие нападение, остались безнаказанными. Существует версия, что одного из пойманных преступников супруга узнала лицо человека, убившего ее мужа, но вину доказать не удалось, поэтому за смерть Круга никто так и не ответил. Михаил Круг прожил короткую, но весьма интересную жизнь. Успел добиться известности и славы, поэтому после смерти его помнят люди и по сегодняшний день, а также слушают с удовольствием его песни. Леонид Куравлев родился в обычной советской семье. В школе будущий артист учился плохо, а его нелюбимыми предметами были точные науки. Поступать на актерский ему в шутку посоветовала сестра, сказавшая, что там точно не будет нелюбимых им дисциплин. Он поступил во ВГИК со второго раза, а его кинодебют состоялся за год до выпуска в 1959. Слава Куравлеву пришла в 70-е, когда фильмы с его участием выходили несколько раз в год. В их числе Иван Васильевич меняет профессию и Афоня, принесший актеру всесоюзную известность. В 2012 году после смерти жены звезда свел на нет общения с журналистами. Последние годы жизни он провел в хосписе. Там же он и умер зимой 2022 года из-за остановки сердца на 86-м году жизни. Иосиф Кобзон. Эстрадный певец, общественный деятель, музыкальный педагог, депутат Государственной Думы 2-6 созывов, обладатель множества профессиональных наград и премий. Все это об Иосифе Кобзоне. Популярность Иосифу Кобзону пришла в 1964 году, после исполнения им песни Островского «А у нас во дворе». До этого певец работал в цирке на Цветном бульваре, солистом всесоюзного радио, солистом-вокалистом госконцерта. Причиной смерти артиста стал рак. В 2005 году стало известно, что Иосиф Кобзон болен рака мочевого пузыря. Его прооперировали в Германии, удалив злокачественную опухоль. После лечения артист вернулся к нормальной жизни. Болезнь снова дала о себе знать в 2009 году. Артисту была сделана вторая операция в Германии. Жажда жизни и поддержка родных снова поставили Иосифа Давыдовича на ноги. В 2010 году на концерте в Астане Кобзон дважды потерял сознание на сцене и упал в обморок. Как оказалось, рак стал причиной анемии. В конце июля 2018 года артист был госпитализирован в экстренном порядке в отделении нейрохирургии. Ему был подключен аппарат вспомогательной вентиляции легких. Состояние врачи оценили как стабильно тяжелое. 28 августа артист впал в кому, а 30 августа стала датой смерти. Умер Иосиф Кобзон в возрасте 80 лет. Похоронен Иосиф Кобзон на Востряковском кладбище в Москве рядом с матерью, как он сами завещал. Запланированное прощание потери советского российского исполнителя прошло 2 сентября в Москве. 1 марта. Я поздравляю всех с первым днем весны. И с теми надеждами каждый из нас с весной связывает много надежд. А как известно, надежда всегда умирает последней. Владислав Листьев – один из наиболее известных российских журналистов 90-х годов. Его вклад в развитие отечественного телевидения неоценим. Он стал идейным вдохновителем многих современных журналистов. Именно благодаря Листьеву появились такие культовые передачи, как «Поле чудес», «Час пик», «Мой серебряный шар» и многие другие. Возможно, даже больше, чем сам Владислав, известна таинственная и до сих пор нерасследованная история его убийства в подъезде собственного дома. Владислав Листьев убит в подъезде своего собственного дома 1 марта 1995 года. Он возвращался домой поздним вечером после съемок программы «Час пик». Пули, выпущенные двумя неизвестными, попали в голову и правое предплечье. Оставленные наличные ценности дали понять, убийство Владислава Листьева связано с политикой или деловыми отношениями журналиста. Заявление о смерти произнес сам Борис Ельцин, первый президент России. В течение дня в эфире нескольких каналов транслировалась траурная заставка, периодически сменяемая выпусками новостей. Похоронили Листьева на Оганьковском кладбище. Убийство стало одним из наиболее громких в то время. Леонид Нерушенко. Российский музыкант, певец, бывший участник группы «Динамит». Леонид Нерушенко родился в Москве 4 декабря 1977 года в дипломатистской семье. Родители отдали его в теннис, но в скором времени он понимает, что ему не нравится этот вид спорта и перестает ходить на занятия. В начале 90-х его семья переезжает в Швейцарию, где Нерушенко прожил 7 лет. По возвращению в Россию он работал в модельном агентстве. Его фотографии мелькали в разных журналах. Тогда его и заметил Юрий Айзеншпис и пригласил стать участником группы «Динамит». В 1998 по 2003 годах являлся его солистом. В 2003 году решил начать сольную карьеру и ушел из группы. В 2004 году начал работу над сольным альбомом «Привет, как дела?», который закончил в августе 2005 года. Уже после его смерти 12 октября 2005 года состоялась презентация его альбома. 6 декабря 2005 года альбом поступил в продажу. В ночь со 2 на 3 сентября, возвращаясь из ресторана, где он ужинал с семьей на скорости 120-140 км в час, он разбился на своем мотоцикле на Садовом кольце. Певец не заметил вывеску «Осторожно ремонтной работы» и, не справившись с управлением, сбил ограждение. После чего врезался в грузовик и вылетел из седла мотоцикла. Смерть наступила мгновенно. Похоронен 7 сентября в Москве на Ваганьковском кладбище. Евгений Осинь до того, как спеть свой хит «Плачет девушка в автомате» успел поработать в группе Брау. Этот хит вошел в дебютный альбом артиста «70-я широта». В 90-х Осинь выдал еще несколько шлягеров «Не верю», портрет работы Пабло Пикассо, студентка-практикантка, Таня плюс Володя, качка. «Не надо, не плачь». Однако в следующее десятилетие артист не сумел вписаться в современные реалии шоу-бизнеса. Артист начал выпивать и в итоге стал зависим. С 2015 года на ТВ регулярно выходили передачи о том, что Осина надо спасать. Некоторые даже пытались, но увы. У меня финансовое положение. У меня нет работы, у меня нет жены. У меня нет... ни семьи. Ничего. Осинь продолжал пить. В результате у него развился цирроз печени. Евгений Осин скончался 17 ноября 2018 года у себя дома. Примерно через год после смерти отца музыкальную карьеру начала его дочь Агния Осина. Девушка исполняет как новое произведение, так и песни отца. Юрий Клинских, он же Юра Хой, основал группу «Сектор Газа» в 1987 году. Популярность коллективу пришла в 1990-м, после выхода альбомов «Зловещие мертвецы» и «Ядрёна Вош». Всего за время существования с 1987 по 2000 год группа выпустила 15 альбомов, последний восставший из ада после смерти фронтмена. Юра Хой скончался 4 июля 2000 года на 36-м году жизни. В тот день он собирался ехать на съёмки нового клипа. До сих пор обстоятельства смерти музыканта не выяснены. СМИ написали, что Клинских страдал несколькими зависимостями, которые привели к гепатиту. Многие песни «Сектор Газа» стали культовыми у молодёжи 90-х. Их до сих пор любят, помнят и поют под гитару. «Туман», «30 лет», «Лирика», «Демобилизация» – это лишь часть из их «Золотого фонда». Лирику пару лет назад апгрейдили Филатов и Карась. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. Также можете подписаться на мой второй канал, ссылка также в описании. С вами не прощаюсь и до встречи.